Проект «Чудеса на Рождество», инициатором которого выступает Белорусский Республиканский Союз Молодежи при поддержке Центра Социального Обслуживания Населения, проходит в рамках благотворительной акции «Наши дети». Для маленьких брещан, которые в силу своей болезни ограничены в перемещениях, в Новый год и Рождество сказка приходит домой. В эти дни хочется как можно больше уделить такого рода семьям именно внимания, потому что все дети окружены заботой, а эти детки, которые не по своей вине оказались в таком затруднительном положении, им хочется как можно больше давать тепла, заботы в эти новогодние дни, когда все верят в сказку. У нас есть специальные специалисты, которые занимаются этими вопросами и направлены для того, чтобы эта категория людей почувствовала праздник. Где праздник, там веселье, где веселье, там жизнь. Вот мы хотим, чтобы вот эта жизнь в этом и в следующем году была удачной. У восьмилетнего Вани Шимко с рождения диагностирован детский церебральный паралич. Но близкие малыша не сдаются. Борьба с болезнью идет постоянная. Вот только несколько дней назад улыбчивый мальчишка сломал руку и на новогодний утренник не попал. Поэтому подарки и поздравления Ваня получал дома. А еще читал волшебные сказки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для Ванечки установить с людьми эмоциональный контакт несложно. Он открыт для общения и ждет искренности в ответ. Ему очень понравилось, конечно, спасибо большое. Это очень приятно. К сожалению, мы приболели, не можем пойти на елку, которую нам организует тоже, по-моему, администрация города. Прошлые годы мы ходили на эти выступления. Нам понравилось в этом году. Поздравление на дому тоже очень приятно. Такой индивидуальный подход. Здорово. Спасибо большое. Для маленького Ивана Шушмана его большой вселенной и постоянным праздником стала двоюродная сестричка Алина, которая очень любит братика и во всем ему помогает. Не по годам взрослая девочка, а Алине всего два с половиной года, все праздники проводят с Ваней. Елку наряжали вдвоем, стихи учили тоже вдвоем. Поэтому и поздравления сказочных героев Деда Мороза и Снегурочки дети принимали вместе. Да и новогодние подарки девчушка честно поделила пополам. Он так не особо участвует, чтобы там что-то сказать, показать. Но ему интересно вот все это действие. Ему, конечно, это нравится. Что это праздник, что это сразу придет Алина. Ему это самое важное. Ну и что вот вокруг него это действие. Он, конечно, да. Он это все понимает прекрасно. Главная задача акции – благотворительность. Не менее важно поддержать малышей на эмоциональном уровне, подарить немного волшебства и просто пообщаться. Причем, отдавая частичку себя и помогая другим, волонтеры в ответ получают искренние эмоции. Очень, очень хотелось им подарить тепло, радость, самые такие искренние добрые чувства. Это не поддельная улыбка на их лицах, то есть ее ни с чем не спутаешь. Это такое приятное чувство, когда ты даришь людям тепло и любовь.